Матерь Бардук В чем сила? Сила в киберспорте. Всем привет! Друзья, как вы уже могли догадаться, мы с вами находимся в самом северном из крупных мегаполисов мира, а именно в Санкт-Петербурге. Чуть меньше года назад мы снимали обзор наших клубов в этом городе. И я говорил о том, что Питер и область являются перспективным рынком для открытия киберарен. В 2021 году здесь было всего 7 арен Колизео. За это время мы открыли еще 8 клубов. И это не предел. Многие районы Питера, а также Ленобласть до сих пор не охвачены клубами. В этом выпуске мы не только побываем на открытии новой арены на севере города, но и пообщаемся с двумя разными партнерами, которые открыли по две арены Колизео в Санкт-Петербурге. Погнали! Друзья, мы с вами находимся в Купчино. Это юг города Санкт-Петербург. Здесь, в торговом центре Балканский, есть один из наших клубов Колизео, который открылся в июле 2021 года. В нем 41 компьютер, 4 Sony PlayStation и 3 буткемпа. Пойдемте посмотрим на эту красоту. Вот мы с вами и в торговом центре. Наш клуб находится на втором этаже торгового центра. Поэтому сейчас мы с вами поднимаемся и видим вот такую классную навигацию. Как мы видим, за мной очень классная навигация почти во весь второй этаж. Пойдемте дальше в зону кинотеатра. Как вы видите, мы взяли, скажем так, за правило возможность соседства прям с кинотеатром. Потому что залы в кинотеатре сейчас освобождаются, фильмов нет. И они принимают решение сдать часть под наши компьютерные клубы. Этот клуб открыт уже давно, и он находится не в зоне кинотеатра, как у нас были примеры уже, а рядом с кинотеатром. То есть это зона торгового центра, кинотеатр там. Хорошее соседство. Большие потоки шли раньше в кинотеатры. Сейчас большие потоки идут к нам. Пойдемте смотреть, так ли у нас все хорошо. Пойдемте. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Все отлично, у вас как? Вы давно работаете? У нас тоже хорошо. Вы давно работаете? Мы тоже работаем. А сколько вообще клубу времени? Скоро год будет. Скоро год будет. Как занятость, по вашему мнению? Слушайте, отлично, на самом деле. Постоянно очень много... Бывает так, что нельзя сесть? Довольно часто. Часто, да? А сейчас вот сколько народу в клубе? Сейчас, к сожалению, 11 человек, но пятница, день... 11 человек. А сколько компьютеров? 41. 41 компьютер, Sony PlayStation сколько? 4 штуки. 4 штуки. С чем связано то, что сейчас, ты сказал, так мало? Во-первых, сейчас сколько время? 2 часа дня, пятница, да? Сейчас под вечер очень много бронирования пойдет. Все на ночь придут. Ну, то есть, как бы, есть прайм-тайм, и есть время. Вот сейчас мы как раз взошли в самое тихое время, да? В целом. Ну, тогда мы просто поснимаем, ладно, клуб? Да. Спасибо. Ну что, пойдемте посмотрим, как всегда. Ну, был классный ресепшн, вы только что видели, да? Три холодильника, потому что товарные запасы, обязательно с водой иксо, это, конечно, одно из наших достопримечательностей, которые несет бизнесу часть дохода. В этом клубе очень классный Sony Playstation, такое решение используют не все, но на этих Sony Playstation нанесена наклейка Колизеум, то есть, они как бы персонализированы. Не устаю я хвалить наши широкие проходы. В каждом выпуске я вам говорю об этом, и мне люди уже говорят, зачем ты в каждом выпуске расскажешь одно и то же. Друзья, не все смотрят все наши выпуски. Многие смотрят просто один выпуск, когда решили, приняли решение о покупке Колизеума, смотрят последнее мое видео. И они должны знать наше преимущество, поэтому извините, но я еще раз повторю, почему это так важно. Потому что, когда один человек сидит, играет за столом, второй человек сидит, играет за столом. И когда кто-то тут выходит, то он может спокойно пройти и не мешать никому. И даже если вот этот человек начнет вставать, чтобы выйти, он поиграл и решил выйти, он опять же не мешает другим людям. И это ключевая особенность всех Колизеумов, потому что мы делаем для вас и столы не по 90 сантиметров, а по метр двадцать, чтобы вы не толкались руками. У нас нету задачи сделать, как называется, ну, поменьше помещений возьмем, побольше компьютеров подкнем. Франшиза Колизеум это всегда топовое качество. И в железе, и в дизайне, и в оборудовании, и в управлении клубом. Это отдельные зоны с пятью, иногда с шестью компьютерами. Люди находятся в отдельном помещении, чтобы команда, и, как правило, в играх по пять игроков в одной игре, в одной команде, и тренер. Поэтому, чтобы им было комфортно тренироваться, мы придумали для них вот такие буткемпы. И вот такой яркий наш дизайнерский человечек. Кстати, все рисунки во всех клубах мы всегда рисуем. Это не баннерная печать. Это действительно с душой художники нарисовали для вас. Все, кто смотрит меня из выпуска к выпуску, знают, что я проверяю все клубы. Какой у них туалет? Я вообще все заведения так проверяю. Если вдруг хороший туалет, то заведению можно доверять. Посмотрим, какой же туалет здесь. Ну, как всегда, любимые цвета мои. Любимые надписи, номер «Пока ты здесь», другие выигрывают. Кайф! А давайте сейчас пойдем и возьмем у хозяев клуба интервью. Пойдемте. Привет, Алексей. Роман. Очень приятно, Роман. Смотри, мне написали вопросы, потому что вопросы не все стандартные, поэтому я буду зачитывать, ладно? Значит, первый вопрос стандартный. Почему ты решила открыть именно киберарены направление? Потому что я поверил в эту идею. Просто шел и поверил? Или изучал вопрос, как бы, ну, то есть, хотел выбрать какую-то франшизу? Посмотрел на Топган, на Колизеум, на что-то еще. То есть, ты же из какого-то бизнеса выбирал, там, я не знаю. Я знаю два хороших направления. Это вот инвитро, эти хорошие направления, 100%, особенно в коронавирус, они на этих, как это, ПЦР-тестах поднялись просто уже. И все люди, которые покупали на последнее время, говорят, мы смотрели на два продукта. Либо клубы, либо вот ПЦР-тесты, ну, то есть, любые инвитро и это. Смотрел ли ты на другие направления? И между чем и чем ты выбрал нас? Другие направления я не смотрел, потому что, в целом, когда я увидел, что в франшизах Колизеум такая есть, и компьютерные клубы сейчас на подъеме, для меня не стоял выбор о том, в какое направление идти. Дальше я уже стал изучать рынок, смотрел франшизу Колизеум, другие франшизы, которые пытаются быть как Колизеум, и, конечно, рассматривал вариант открытия клуба без вне сети. Да, но увидев то, какие отзывы люди дают о сети Колизеум. Ну, отзывы же могут быть купленные, как все говорят. Ну, я же спрашивал у игроков, которые там находятся, да, то есть, я не говорил, что... Ну, то есть, ты проехался по клубам, посмотрел... Да, конечно, конечно, я изучал рынок и Петербурга, и Москвы, и я спрашивал реальных людей, реальных игроков, которые... И тебя ничего не испугало, четко принял решение переплатить за франшизу, потому что франшиза дорогая, но при этом открыть Колизеум. Да, решение переплатить было принято в связи с тем, что я понимал, за что я плачу. Да, то есть, у нас переплата, она, в принципе, тебе в дальнейшем экономит. Это, да, это понятно. Так, через какое-то время ты открываешь второй клуб. Расскажи, почему ты решил открыть второй клуб так быстро, ну, то есть, там, через пять месяцев ты открыл второй клуб. Потому что наш бизнес-план, который мы составили, мы получили франшизу бизнес-план, мы скорректировали его по своему видению, по своему опыту, мы уже за пять месяцев получили те результаты, те цифры, на которые мы рассчитывали, и мы приняли решение дальше инвестировать. Ну, чтобы не ждать, чтобы другой не занял хорошее место. Тяжело ли управлять, когда был один клуб, потом появился второй? То есть, стало труднее? Или управление что двумя, что тремя, оно, в принципе, одинаковое? Ну, тремя, надеюсь, я узнаю, как это. А двумя не сложнее. То есть, это не занимает много времени. То есть, для меня это основной бизнес сейчас. Это занимает мое время полностью, ну, просто потому что мне это интересно, и мне хочется этим заниматься. Ты один или с партнером? Основную часть я, но есть часть обязанностей, которые выполняет партнер. Ну, то есть, как бы вы с партнером, и все равно разделяете обязанности, и, скажем так, ты незаметно для себя управляешь эффективно клубом, не напрягаясь. Да. Это очень хорошо. Сам ты играешь в игры, или ты просто вот сторонний наблюдатель? Сам я играю. Сейчас уже нет времени столько, сколько хотелось бы, да, но в детстве я посещал компьютерные клубы, и продолжал следить все это время за индустрией, и поэтому… То есть, CSGO для тебя знаком 1.6? Да, конечно. Конечно, и Source, и 1.6, то есть, я в контакте с нашими клиентами, чтобы получать реальные отзывы, да, что нужно. То есть, если тебя попросят клиенты, ты находишься в клубе, ты конфиг ему поможешь настроить? Конечно. Ну, это хорошо. Хорошо. Но это неважно. То есть, можно и не быть профессионалом в играх, чтобы управлять клубом, заниматься этим бизнесом? Желательно, чтобы администраторы любили игры. Ну, понятно. Нам, как в франчайзе, можно… Нет, это не обязательно. Сказался ли на тебе недавно начавшийся кризис, и посетители стали хуже посещать арены? У нас был кризис, связанный с ковидом. У нас были ограничения… Мы уже привыкли к этому? Уже привыкли, но у нас были ограничения в городе, которые не позволяли работать на полную мощность. При этом мы все равно были в плюсе, мы зарабатывали даже в сложное время. И сейчас наблюдается небольшой спад в связи с объективными событиями, но… Может, все-таки с хорошей погодой в Питере? И с этим тоже, несомненно. Но люди будут, потому что… Ну, то есть, сомнений нет, что мы перестаем все кризисы, которые будут на нашем пути встречаться. 100%. Наши клиенты далеки. Что бы ты можешь посоветовать будущим партнерам, как владелец двух клубов Колизео? Во-первых, брать компьютерные клубы сети Колизео и не сомневаться. Мы, как управляющая компания, отработали по полной? Да. То есть, все, что ты слышал до открытия, и после того, как столкнулся с нами, ты не заметил разницы? То есть, тебя никто не обманул, все было классно? Нет, меня лично никто не обманул. Мы в постоянном контакте с управляющей компанией. То есть, там трубки берут, нахрен не шлют, да? Всегда идем рука об руку вместе, все проблемы преодолеваем вместе. Ну что, спасибо тебе огромное. Надеюсь, что будет третий и четвертый клуб. Я тоже надеюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Мы находимся в Энгельсе 38, город Санкт-Петербург. Сегодня здесь открылся наш новый клуб. И я хочу сделать для вас обзор этого клуба. Пойдемте. Заходите. Привет. Леха меня зовут. Леха. Очень приятно, Леша. Как давно вы открылись? Сегодня. Классно. Скажи, пожалуйста, сколько у вас компьютеров? 44 компьютера, 3 PlayStation и 4 VR. Еще VR есть? Да. А буткемпов сколько, знаешь? Получается, у нас 3 обычных буткемпа и 1 VIP. То есть, у вас 4 буткемпа, еще плюс к этому, да? Ну, суммарно 4 и 1 VIP. Мы посмотрим на ваш клуб, хорошо? Да, конечно. Спасибо, Леша. Приятно было познакомиться, пообщаться. Ребят, стандартная схема. Это на входе часть нашего бизнеса, который называется напитки, сэндвичи. Так как все дети, наши клиенты находятся здесь по много времени, им нужно пить и есть. И, собственно, это составляет, как правило, минимум 10, а в некоторых случаях 30% дохода клуба. Сейчас мы с вами видим зону Sony PlayStation. В этом клубе 300 квадратных метров. И понятно, что здесь мое любимое широкие проходы. Вы посмотрите, как здесь круто дышится, потому что здесь действительно очень много места. А если я вам покажу буткемпы, то я от таких буткемпов иногда впадаю в шок, потому что в этом буткемпе можно спраздновать день рождения. Как здесь круто и много места. Вот я хочу, чтобы все буткемпы были вот такого размера. Потому что здесь тогда комфортно остаться и даже с друзьями зайти. Конечно же, здесь обязательно есть вешалки. То есть ты зашел, разделся и кайфово проводишь время со своими друзьями. Самое главное – это не экономить на клиенте. Он это чувствует. Если мы клиенту даем классное железо, красивый дизайн, кучу турниров, еще и широкие проходы, и широкие столы, то мы становимся номер один. Это вроде бы понятные вещи, но почему-то часто конкуренты или люди, создавая свой первый бизнес, думают, ну я тут сэкономлю, тут я сделаю поуже, тут я пошире, там где не надо. И самое главное, что забью на туалеты вообще. Есть же в торговом центре туалеты, пусть там и ходят. Поэтому мы стараемся сделать так, чтобы вы пришли в нашу локацию, и у вас было все в одном месте, все удобно. И самое главное, чтобы вам было здесь комфортно. Мы даже отдельные места для еды делаем, потому что есть за столом компьютерным, это по сути провал, потому что, не представляете, вы чипсами или напиток взял и пролил, пролил на клавиатуру, клавиатура стоит, я не знаю, совсем недавно стоит, не знаю, сколько сейчас уже стоит, но больше 10 тысяч рублей. Вы представляете, пролил, попал на 10 тысяч рублей. Тяжело, да? Иди поешь, отдельное место есть, хорошо оформленное, покушал, вернулся. Здесь в клубе запланировано было вообще 70 с лишним компьютеров. Но как вы слышали, когда нам сказал Алексей на входе, здесь всего там 41, что ли, сейчас, да? Потому что люди решили не закупать сразу все компьютеры, но ремонт сделали для всех компьютеров. И у них осталась вот такая большая часть, здесь должны стоять компьютеры по плану, но так как пока их нету, они сделали зону с VR-ом, пробуют это направление. Я очень ценю такой подход, потому что, например, даже сам я, когда делал ремонт в красном ките, мы тоже, сперва у нас не хватало денег на все компьютеры, мы поставили 44, потом докупили 72. Но мы о том, чтобы сделать отдельную зону, пока мы докупаем эти компьютеры, мы не догадались. Поэтому это находка нашего здешнего франчайзи. И это ценно. Ценно очень то, что чем нас больше во франшизе, а нас уже 212 открытых клубов, это вроде 213. 220 мне вас скажут? О, представляете, я два дня спал. Ну, 220 компьютеров у нас сегодня, компьютерных клубов. Так вот, 220 компьютерных клубов, и у каждого франчайзи есть свое видение на некоторые вещи. И, конечно же, иногда эти вещи бывают адекватными. Те, которые мы берем на вооружение, и, конечно же, опыт такой огромной команды, в одну сторону смотрящих людей, представляете, что они все живут этим бизнесом. Они подсказывают в нашем общем чате какие-то вещи, которые мы совместно решаем и внедряем в нашу франшизу. Поэтому, когда у нас уже здесь 220 супер-успешных предпринимателей, нас не сломить. Ну что, давайте представимся еще. Алексей. Владимир. Очень приятно. Очень приятно. Значит, первый вопрос. Я знаю, что вы уже, этот ваш новый клуб, он не первый у вас. Давайте вернемся к истории, когда у вас не было первого колизеума. Вот как вы выбирали колизеум? Во-первых, вот это было решение ваше, или сын пришел, сказал, давайте откроем, да? То есть, вот расскажите, пожалуйста, вот эту историю. Как вы вообще решили открыть компьютерный клуб? Потому что у нас в том клубе не было интервью, это первое наше с вами интервью. Хотелось бы узнать, как вас затянуло в этот вот блуд. Во-первых, твоя энергия. Ну, а вы ее видите, то есть, в рекламных роликах и в видео, да? То есть, вы же меня не знаете, то есть, как человека. Да, да, да. Но самое интересное здесь предыстория. Потому что у меня сын, он закончил MBA и учился в Финляндии. И у них на курсе была такая история, они могли предлагать проекты разных видов бизнеса. И написав бизнес-план, они показывали это, защищали. И университет помогал им в инвестициях, в поиске помещений, если необходимо. Ну, если на пятерку планы дат, правильно? А то можно было нарисовать на ду... Естественно, троечников. Но вообще говорят, что кто хорошо учится, то отбраковывали. Обычно талантливые предприниматели – это троечники. 100% в России. Да, в России, да. Но не там, как оказалось. В общем, парни написали красивую историю. И ты знаешь, как ты думаешь, какая была идея у них? Я думаю, что они открыть хотели компьютерный клуб. Прикинь, сразу колизион. Прикинь, сразу колизион. Но нет, нет, нет. То есть они рисовали, и это было первое обстоятельство, которое вдруг родилось. А теперь вторая история, происходящая в Санкт-Петербурге. У меня есть помещение, как у ИП, и в нем сидит хороший арендатор сетевой. В какой-то момент он съезжает. И я по наитию продолжаю искать другого арендатора. И сталкиваюсь с тем, что наступает ковидная история, ставки аренды ползут вниз и так далее и тому подобное. И я говорю, а он уже заканчивает учиться. Я говорю, давай чуть-чуть подумаем, а? Может быть, какую-то франшизу посмотрим. И тут начинаются аптеки, хлеба, выпечка, что только нету. Это рассматривали инвитро, потому что были... Обязательно, обязательно, это в первую очередь. Но уже там такой квартал густонаселенный, застроенный. У нас помещение такое на народной тропе, все как надо. Думали-думали, и вдруг прилетает в рассылке... Просто наша рекламка. Ты знаешь, не наша. Что самое страшное, не наша, конкурентная. Я говорю, слушай, а что мы это... Что там у тебя было в Финляндии, ты с той историей? Раз, второе совпадение такое. Компьютерный клуб. Давай, и вдруг, передаю слово Дмитрию, он приносит колизеум. И вдруг появляется колизеум на просторах интернета. Но почему, да, вопрос колизеум? Потому что все остальные, можно это говорить, не знаю, но не согласились. Слабенькие, наверное. Не согласились с чем? Метраж не устраивает. Маленькая площадь, несерьезный объект, не брались никто. И вы были единственные, да. Единственные, кто согласился. И я думаю, это просто, ну, все это судьба, и, значит, выбрали правильных партнеров. То есть мы открылись в 60 квадратных метрах, когда в самый разгар ковида, правильно? В самый разгар ковида. Сколько там сейчас компьютеров? 16 компьютеров, общий зал только, пятая PlayStation также стоит. Доходность, которую мы вам планировали, и которая сейчас есть, она совпала? Я скажу даже больше, просматривая видео на YouTube с другими интервью на вашей точке в Москве, точно не помню какая, относительная процентность от выручки к доходу, мы к ней приблизились, то есть на большие обороты относительные, мы до них дошли. Да, на второй месяц мы уже вышли в положительную динамику, в кэшлоу, и нам хватало оборотных средств, чтобы дальше развивать, и наполняемся, мы видим, по параметрам, росла и растет. И вы принимаете решение открывать второй? И мы... Большой уже, наигрались в маленький. Все правильно, да, и стали двигаться в этом направлении, это наш первый опыт с арендой, но надеемся. Вы переметнулись, скажем, в другую стезю. Да, и сохранили верность бренду. Спасибо вам, я думаю, вы это сделали не случайно, и вам, как говорят, воздастся, да, то есть, но не потому, что там кто-то сверху, а потому что здесь мы, и мы, в принципе, делаем все хорошо. Но у меня еще один вопрос. Когда ты писал курсовую, какая бизнес-модель, то есть, на тот вопрос, когда... Вот я когда начинал рассказывать про то, что, ребят, давайте откроем клуб туда-сюда, дайте мне денег, я всегда искал на первый клуб денег, мне говорили, никто ходить не будет. Претензия была в том, что у всех есть дома компы, дома комфортно, дома сидишь, играешь, поиграть с кем угодно можно, наушники одел, это же онлайн, все. Все, зачем ходить в клубы? Вот ты, как в тот момент, что ты говорил, и что ты говоришь сейчас? То есть, совпадает это или нет? Абсолютно совпадает. Во-первых, это хорошее красноречие, чтобы получать инвестиции, а второе, это действительно анализ локации, спроса в целом, то есть, локация, в которой планировали открываться, город Лаперанта, Финляндия. Скучный город, делать нечего, высокий аргумент, люди ходят просто по барам. У всех дома есть компы? Нет, таких нет. Хочется места притяжения людей, чтобы была атмосфера. То есть, даже если у тебя есть дома комп, ты всему пойдешь, да? Конечно, ты пойдешь. А если еще турниры, то ты там будешь жить, я думаю. Вот, друзья, смотрите, очень правильно видно, что Саша занимался этим профессионально. Саша же, да? Митя. Саша больше. Да, все. Видно, что Митя действительно занимался в институте не просиживанием на кресле, а анализировал и изучал вопрос. Смотрите, главная моя задача была, когда я придумал этот бизнес, скажем так, почему он пойдет, я понимал одну вещь, что я, выходя на улицу, во дворе, без денег, зимой желательно, мы шли в подъезд, потому что, когда у тебя нет денег, тебе пойти некуда. Если у тебя есть 500 рублей, ты идешь в Макдональдс посидеть, потому что там можно сидеть, и все Макдональдс, как вы знаете, заняты молодежью. Просто они купят один бургер и сидят там. Потом, если у тебя есть денег чуть побольше, 1000 рублей, ты идешь там в кальянную. Если у тебя 2500 рублей, ты идешь с девочкой в кофейню. Но если ты, скажем так, среднестатистический человек нашей страны, ребенок, то у тебя 200-300 рублей максимум на кармане, и ты никуда не пойдешь со своего двора. И я хотел им сделать не компьютерный клуб, именно где они будут приходить играть, а я им хотел сделать просто классное место притяжения, куда они будут ходить, греться за 100 рублей в час, и еще вместе играть в те игры, которые они могут себе позволить и дома. Но главная концепция – собраться где-то не во дворе на холоде или в подъезде, а в хорошем, теплом, классном месте. И моя идея, мало того, что сработала, так она еще и до сих пор доказывает свою оправданность, что они ходят не ради хороших компов. У меня, например, первому клубу, который в Туле, ему уже сегодня 5 лет будет, ну не сегодня, в ноябре, будет 5 лет. Чтобы вы понимали, я не апгрейдил видеокарты, которые купил 5 лет назад. Там 10-70 Ti стоят и достоят до сих пор. То есть, если бы люди шли только за хорошим железом, у нас бы сейчас там был провал. Но люди туда идут просто потому, что это атмосферное, классное место. Поэтому, Митя, молодец, спасибо, ты правильно это сделал. И, собственно, чуйка моя предпринимательская доказала, что это то направление, в которое нужно смотреть. Ну и еще сложилось очень классно. Знаете, в этот момент Sony PlayStation выпускает пятую Sony. А у нас уже куплено, ну представляете, уже открыто там 70 клубов. И Sony PlayStation объявляет о том, что выходит пятая. Мне все ехидные, злорадствующие хейтеры говорят, ну что, вам теперь нужно всем поменять Sony PlayStation. Да, друзья, нам нужно поменять Sony PlayStation. Но я этого 7 лет ждал. Почему? Потому что PlayStation 4 есть действительно у каждого дома. А пятого нет ни у кого. Пятый купить дешевле, чем комп стоит. Соответственно, у нас появились так же занятые Sony PlayStation, как и компьютеры. Только теперь они пользуются спросом, не меньше компьютера, а стоят дешевле. Поэтому, друзья, все на руку в этом бизнесе. И, как показывает моя практика, все, что вам предлагает Локонцев, работает. Хочу в подтверждение Лешины слов еще добавить. У меня есть другие бизнесы, они относятся к средним и крупным. И вот это взаимодействие с поколением, с детьми, когда ты их слышишь, и слышишь их уже аргументы, которые реально тебя возвращают в ту среду, когда ты стартовал в этом возрасте, делая бизнес. Я думаю, Леш, понимаешь, о чем я говорю. И ты каких-то вещей не видишь. Но еще раз, мир открыт, твои могут быть шоры старого. Опыт не всегда хорош для того, чтобы делать что-то новое. Вот это вот возможности, которые открывают франшизы, причем качественные франшизы, на что я хотел бы обращать внимание. Первое – это на команду, которая работает в управляющей компании. Это ребята, не то что сегодняшнего дня, ребята, которые смотрят в завтра, в послезавтра. Я всегда строил бизнес, чтобы играть в долгую. И вот это интересно. Это дает и люди, которые рядом с тобой, в команде, под тобой, рядом, вокруг тебя, они, если это понимают, они и жить начинают так, и думать о своем будущем, о будущем своих друзей, о семьях и так далее. То есть это сила наша, которая дает возможность раскрываться и что-то творить, создавать новые продукты, новые бизнесы, вот эти новые направления, которые имеют ценность, а не просто так, чтобы просто там срубить денег в коротком периоде. И это подтверждение. У меня очень тепло, и зашло тогда рассказ, когда собирались мы последний раз в франчайзе. Был как раз, я встретил человека, который занимается в Туле, управляющий, наверное, твой. Он рассказал, что мы как опробовали, как запускали, когда полетело, пришли к мысли о франшизе. То есть не просто так, а давайте это выкинем на рынок, и оно как бы, я уверен, купили бы, потому что он все равно, этот продукт, отличался от конкурентов. Но у Алексея как бы есть основа, вот этот фундамент, который, как бы, вот меня, например, привлек тогда через своего сына, который об этом уже, ой, ты увидел раньше, чем я подумал, и мы в эту сторону пошли. Поэтому всячески поддерживаем, говорим о том, что действительно качественная вещь, потому что компания – это люди, это команда. Вот она сейчас есть, она открытая, я проуправляющую компанию, тем, кто помогает сейчас в франчайзе, она способна показать новые возможности, и это очень важно. Хочу заметить, я не спрашивал вопрос, как мы отработали с вами по команде, да, то есть это было от души. Второе, правильно ты заметил, что, когда себя окружаешь молодежью, для тебя открывается много нового, чего ты зашоренный в своем бизнесе не видел, потому что мы, староверы, я так называю, да, люди из прошлого, нам всегда хотелось обладать чем-то, ну, вот, ресторан хочу там, да, то есть, чтобы потрогать его, пришли там, друзьями там, или там. Но сейчас бизнес настолько подстраивается под ситуацию, и если ты не будешь себя окружать молодежью, ты, в принципе, останешься в этом старом мире, и этот старый мир скоро уйдет. Я, например, очень часто, когда мне торговые центры не давали скидку, я говорю, друзья, вы зря мне не даете скидку, потому что придет время, когда люди будут покупать все в интернете, и у вас останутся только развлекательные кинотеатры, рестораны, барбершопы и колизеи. И если у вас не будет колизея, для вас это будет провал. Мне все говорили, да, это когда будет? Пришел ковид, и это случилось. Так что, друзья, я визионер чуть-чуть, если я говорю, то так и будет. Слушайте. И самое главное, что опыт, как ты сказал, опыт, ну, как бы не самое важное, да, опыт важно выбрать те проекты, которые предлагает молодежь. Вот этот опыт нам нужен как раз, но то, что действительно мы сочинить это уже, как бы, скажем так, не можем, поэтому я и посочиняю вот эти проекты, потому что в моей команде более 40 человек от 18 до 25 лет. Представляете? То есть я общаюсь с другим поколением не на одно десятилетие, а на два. И я, по сути, живу тем, что происходит сейчас у них. И у меня в загашничке несколько проектов, о которых я расскажу вам в следующих выпусках, которые тоже интересны и которые не связаны с моими франшизами. Просто смотрите наши каналы, у нас всегда интересно. У вас немаленькое помещение, и, конечно же, у вас есть очень много площадей, которые вы стали использовать по-новому. Вот, например, мы сидим сейчас в комнате, которой в других клубах нет. Расскажите, пожалуйста, что это вы придумали, и какие вообще в вашем помещении новые возможности, отличающиеся от стандартных клубов, которые у нас есть? Первое отличие – это две комнаты, настроенные для настольных игр, либо проведения мафии. Настольные игры – это что, мафия или хер-шоу? Нет, мафия, настольные игры такие, как, например, не знаю, карты, манчики, если кто-то знает. Это просто настольные игры, когда приходит компания, как в антикафе, и проводит время, играет в живые настоящие карточные игры с картами и так далее различные. Но чтобы сюда люди пришли, мы же можем провести хер-стоун на телефонах и айпадах, чемпионате какой-нибудь, да? Вопрос креативности и маркетинга. Мы можем делать здесь все, что угодно. Ну, то есть мы будем это делать, и я готов это поддержать. То есть, если что, вы заказываете какой-то, я от себя, от Локонс Алексея буду выделять вам некоторый маленький бюджет, небольшой, там, ну, 1800. Шучок. Записано. Короче, это, чтобы хер-стоун именно двигать, потому что хер-стоун это тоже хорошая игра, которая можно работать на телефоне. Я всегда мечтал, чтобы в клубе можно было прийти не только, когда, ну, у меня компы все заняты, у нас есть площадь, мы можем со своими телефонами сесть, оплатить как бы в антикафе присутствие в этой комнате, правильно, здесь же по часам оплачивается, видать, все, и играть в свои устройства, в нашей этой, то есть, изучайте нас, смотрите, если вы еще ни разу не были в Колизее, вам обязательно нужно в него сходить. Всем Колизео, не ошибитесь с выбором франшизы. А вам спасибо за интервью, приятно, что вы с нами. Я мог бы выпить море, я мог бы стать трубим, вечно молодым, вечно пьяным. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Как вы видите, несмотря на все экономические потрясения и нестабильную ситуацию в мире, киберарены продолжают расти. Ведь людям всегда нужно место для отличного и доступного досуга. Как и раньше, я уверен, что Санкт-Петербург – это перспективный рынок для открытия киберарен. Так что не упускайте возможность стать частью быстрорастущей сферы и открыться в культурной столице нашей Родины. Всем Колизео! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова